В пятницу я ходила на дермобразию лица. У меня есть видео, как оно немножко изменилось после дермобразии. А до дермобразии утром мне позвонил знакомый молодой человек и спросил меня. Такой диалог произошел. Александра, ты дома? Я говорю, дома. Одна? Я говорю, одна. А что такое? Что случилось? Я сейчас к тебе приеду. Зачем? Ну, ты же знаешь, ты мне нравишься. И я вот подумал, что вот я и ты. Я буду о тебе заботиться, ты о мне. Я говорю, ну, тебя жена, ребенок. И зачем? Ты, собственно говоря, будешь обо мне заботиться. Вот такой диалог у нас произошел с ним. То есть человек готов откровенно изменять своей жене и придать все эти вот отношения. Так вот легко и просто, очень быстро. Я читала книгу американской писательницы месяца 2-3 назад, это 50-е годы прошлого столетия. И она пишет, если ваш муж вам изменил, то не надо из этого делать трагедию. Сделайте вид, что вы ничего не знаете. Покупайте себе всегда самое лучшее белье в магазине, которое есть, самое дорогое, там, кружевное и все такое. То есть она дает вот такие вот советы женщинам. То есть мы можем смело сказать, что лет 50-70 тому назад у мужчины было официальное право на измену. Об этом говорят все психологи. А сегодняшний мир у нас другой. И 80% браков по статистике распадаются из-за измены. В этом еще немаловажную роль играет современное общество. Если раньше были семьи большие, было много детей, внуки все проживали в одном месте, то теперь семьи маленькие. В церкви человека нет, куда он ходит каждый выходной. Общины нет, где каждые выходные проводится время вечернее. И в будни тоже люди проводили много времени по вечерам. Такого больше ничего нет. И у нас, у каждого из нас в основном, вот твой муж или жена – это весь мир. И когда этот человек, единственный, любимый, тебя предает, то вся система ценностей, весь мир вокруг тебя рушится. То есть вообще это такое состояние наступает у женщины и у мужчины полного хаоса. И что ты выбрал неверного человека, неверную жену. И вопрос зачем? Этот человек, который, мужчина, который мне предложил сейчас приехать, он на восточный. И на востоке я раньше думала, что вот у них такие крепкие браки, потому что они немножко по-другому верят в Господа Бога. Но оказалось все не так. У меня были подружки, приятельницы с востока, и они и есть знакомые. И они мне все сказали одно и то же, что мы развелись, потому что там он гулял. Или я знаю, пока еще не развелась. Я только вот недавно, там несколько лет я замужем. Я еще пока не развелась. И надеюсь, не разведусь. Но вообще в моей культуре, в моей нации многие мужчины гуляют. Я знала мужчин, у которых жены гуляли, и все всегда это имело одинаковый эффект. И даже если пара не разводится по каким-то причинам, у них общий бизнес, общая квартира, дети и так далее, друзья, семья, отношения, они уже не будут прежними. То есть этот человек уже, который тебя однажды предал, ты уже не сможешь так ему доверять, если ты, конечно, когда-то ему доверял. И вот сейчас наиболее продвинутые молодые люди и женщины, они до вступления в отношения не обговаривают. А что если однажды ты не изменишь? Что если однажды ты влюбишься в кого-то другого? Или ты случайно встретишь свою бывшую любовь? Вы знаете, да, что многие пишут своим бывшим друзьям, подругам, как это сказать, girlfriend, boyfriend, да, с которыми когда-то были отношения, но в силу каких-то причин для брака был выбран другой человек. Вот так вот, такая вот невеселая история. И также люди обсуждают, например, такое, ты пережил когда-то вот до встречи со мной, ты пережил когда-то вот такую вот боль измены. У меня было два друга намного старше, у меня, возраста моих родителей, и они оба развелись из-за того, что жёны у них гуляли, и у одного ещё она и попивать любила. А причём мужчины очень достойные были. И я говорю, ну как же так, как же так вышло, что ты такой достойный парень был в молодости, да, мужчина, и как же ты мог посмотреть на женщину, которая изначально любила веселье. Ну, ты понимаешь, она вот была особенная, она вот была весёлая, она вот там компанией танцевать на столе любила. То есть он думает так в молодости. Вот она любит компанией, она там строит глазки мне, там танцует передо мной на столе, она передо всеми танцует на столе. Также и про мужчин можно сказать, про женщин, да. Тоже так же женщины выбирают себе иногда или часто 80% в случаях мужчин, которые не задумываются о чувствах женщины. То есть когда мужчина, мы говорим в данном случае про мужчин, когда мужчина собирается идти налево, он думает о своих чувствах, он не думает о последствиях, он вообще про вас в этот момент забыл, и какие тяжёлые последствия будут, измены. Люди думают, что кто про это не узнает. Но уши это в мешке не утаить, и я говорю этому своему знакомому, говорю, а люди узнают, что ты вот там ходишь налево. Они не узнают, они не узнают. Мы с тобой будем встречаться только вот, когда никто не видит. Я говорю, ну как никто не видит? Маймата город маленький, и как бы ты бы не хотел, чтобы люди не видели, всё равно узнают. Я сказала ему, ты, дорогой мой, играешь с огнём. Ты рискуешь. Ну, человек не одна, так другая, не другая, так третья, не пятая, так десятая. Вот так вот, прежде чем сделать что-то вот такое, оставить там кому-то рога, образно выражаясь, да, друзья мои, вы подумайте, какие будут последствия. Готовы ли вы к скандалам, к пережитым, что ваш партнёр будет скандалить, да, что, возможно, он даже вас покинет. Возможно, такой вариант. Готовы ли вы потерять его, и что уже у нас не 50-е годы, и не 70-е прошлого столетия женщины сейчас приобрели большую независимость. Даже если мы не работаем, например, женщина, например, современная не работает, а всё равно у нас есть диплом, у нас есть социальная поддержка, государство, служба занятости. То есть женщина, если она захочет уйти от мужчины, она уйдёт. И если вы прожили в браке уже много лет, то стоит ли так рисковать? Прочитала одну историю на прошлой неделе. Мужчина и женщина были в браке 17 лет. Произошло действо в Америке. Случайно-случайно он узнал, что он рогатый, прочитав её телефончик. 17 лет, трое детей у них, и у неё был любовник, молодой мужчина, у него тоже было трое детей, а они вместе ездили в командировке. И вот муж нашёл это хозяйство, что она гоняет там где-то с другим чуваком, в бизнес-трипах написал его жене смс. Он даже знал того парня, с которым она гуляет. Написал смс и развелся. Женщина эта плакала, его жена очень долго и упорно просила его простить. Но он, конечно же, не простил. Эта связь была не мимолетная, это было около двух лет. Такой вот роман продолжался. И мужчина тоже человек. Не надо думать, что только женщина испытывает такие вот сильные эмоции при измене. Мужчина тоже человек, ещё раз повторяюсь, он тоже чувствует очень остро. Он тоже переживает, ему тоже бывает очень больно и невыносимо. Поэтому, друзья мои, подумайте, стоит ли игра свеч? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!